Доброе утро, дорогие телезрители! Доброе утро, дорогие телезрители! Доброе утро, дорогие телезрители! Они стали настоящими людьми, такими, какими замыслил их Бог, и замыслил Бог каждого из нас. И вот хотелось бы заострить на этом особо ваше внимание, кто все-таки такой человек, и что в жизни человека является очень важным, и каким должен быть настоящий христианин, и должен быть настоящий человек. Доброе утро, дорогие телезрители! Доброе утро, которое способно обращать свой взор к небу, то есть способно молиться, это все-таки человек. И поэтому христианские мыслители всегда говорили о том, что самое главное, кто к чему призвал Бог человека, в чем человек должен себя реализовать, это богообщение. Человек должен стремиться к этому, быть с Богом, жить с Богом, общаться с Богом. Поэтому святые отцы, называя среди прочих добродетелей, говорили, что самое важное, самое главное добродетель — это молитва. Святые отцы говорили, что стяжи Матерь, и она приведет тебе чад своих. Научись молиться, и Господь тогда тебя дарует все остальные дары. Еще христианство говорит о том, что помимо высокой цели жизни человека, человек должен себя максимально реализовать, стать настоящим человеком. И говорят, что человек должен иметь в себе несколько очень важных качеств. Нравственное богословие, преподаваемое в духовных учебных заведениях, говорит о том, что человек должен иметь в себе три самые важные составляющие. Быть человеком, имеющим в себе честь, имеющим в себе честность и благочестие. То есть три составляющие должны составлять нравственную основу личности — честь, честность и благочестие. Честь — это то, как человек должен относиться к самому себе, то, каким должен быть человек. Во-первых, это понятие включает в себя целомудрие, то есть человек должен быть целостным существом, не размениваться по мелочам. В человеке все должно быть упорядочено. В этом и заключается добродетель целомудрия. Должен человек в себе иметь помимо целомудрия еще благородство. Благородство в своем поведении, в своих словах, в своих мыслях. И благородство накладывает на нас еще одну обязанность. Человек обязан постоянно работать над собой. И христианцы всегда об этом напоминают, что человек обязан над собой постоянно, ежедневно, ежесекундно трудиться. Постоянно возделывать свою землю, своей плоти, своего естества. Становиться лучше, лучше и лучше. Это с одной стороны. С другой стороны, человек должен быть честным. Что такое честность? Наверное, это в первую очередь не то, что мы называем правдивостью. Потому что если человек говорит правду, мы называем правдивый. Если человек кого-то обманывает, мы называем его обманщиком, лжецом. А честный человек в первую очередь, по определению этого слова, это человек, который умеет уважать честь и достоинство других людей. То есть Евангелие нас постоянно к этому призывает, что настоящий человек должен уважать честь других людей. Вот какой бы человек ни был, кем бы он ни являлся, мы должны разглядеть в этом человеке что-то очень важное, что-то очень дорогое и отнестись к нему с уважением. Потому что любой человек — это образ и подобие Божие. И мы должны, конечно, уважать этот образ Божий в человеке. Ну а что такое благочестие? Это то, как человек должен относиться к Богу. Мы говорим, что благочестивый человек — это человек, который Богу молится, человек, который живет с Богом, человек, который ведет духовную жизнь. Вот этот человек является по-настоящему благочестивым. И вот хотелось бы, чтобы мы с вами, работая над собой, никогда не забывали об этих очень важных составляющих нравственной личности, настоящего человека с точки зрения христиан. И позвольте всем вам пожелать духовного совершенства. И не просто совершенства, а постоянного совершенствования. Постоянные работы над собой. И, конечно, не забывать, что на самом деле с нами очень многое может сделать сам Господь Бог. Ведь без Бога мы ничего не можем. Даже работать над собой. Субтитры создавал DimaTorzok